МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Я Вячеслав Разбегаев, и я такой же, как вы. Я сомневаюсь, не верю всему подряд, и многое хочу перепроверить. Это агентство специальных расследований. Сегодня в программе. Мастер и Маргарита. Кто из артистов верит в злой рок знаменитого романа? Лавров Кирилл Юрьевич уже умер вскоре, сыграв как Распансия Пилата. Почему Андрей Федорцов больше не играет в этом спектакле? Мы все увидели огромный глаз на сцене. Не может вся группа быть сумасшедшей. И почему обрушилась церковь из последнего фильма режиссера Балабанова? Он прощался с нами. На 40 дней просто прощался. Из-за него начинались войны и погибли тысячи людей. Это были поиски определенного могущества такого. Но существовал ли на самом деле святой Грааль? Это некая действительно чаша, из которой пил Иисус Христос на своей последней вечере. И кто сегодня готов раскрыть тайну вечной молодости? Я гарантирую, что человек будет жить 250-300 лет. Вы не заметили такую странную закономерность? В последние годы любимые актеры часто уходят из жизни внезапно и трагически. И, видимо, не случайно артисты народ суеверный. Нельзя ронять на пол пьесу, ложиться в гроб, рассыпать банку с гримом. Некоторые актеры, как дети, радуются найденному на сцене ржавому гвоздю. В закулисье ходит множество историй о проклятых спектаклях и роковых ролях. Как к ним относиться? Как к театральным байкам? Или здесь есть какая-то связь, пусть и необъяснимая с научной точки зрения? Судьба не дала доиграть им главную роль – прожить свою жизнь. Они уходили друг за другом. Ангелина Варганова. Ей был всего 41. Алексей Балабанов ушел в 54. Андрей Панин – в 50. Со слезами страна провожала тех, кто, казалось, будет с нами всегда. Валерия Золотухина и Виктора Сергачева. Андрей Панин – любимец миллионов зрителей, словно заигрывал со смертью. Вот говорят, для актера плохая примета, если уронишь листок с текстом, или в гроб ляжешь, или курить начнешь на съемочной площадке. Фуфло – это полное. Мне смерть даже нравится играть. Из интервью Андрея Панина газете «Собеседник». Играть смерть – одна из самых плохих примет, в театральном и киношном мире. Обычно актеры идут на любые ухищрения, лишь бы избежать появления в кадре в гробу. Я вспомнила про тайгу. Вот у меня там была сцена у моего персонажа, когда моя героиня должна умереть в кадре, и в кадре ее должны на руках через тайгу, через лес нести, потом как бы рыть ямку, закапывать ее, холмик, крестик ставить. И это все было прописано в сценарии. Я когда прочитала, говорю, ну этого не будет. Я рассказываю, не хочу, и все, вот мертвый в кадре быть не хочу. Не знаю, боюсь. Эзотерики считают, что этот актерский страх обоснован. Играть смерть слишком натурально может быть опасно и для человеческой психики, и для жизни. Очень важно любому актеру, который будет играть смерть, запомнить все вот эти базовые свои состояния жизни. В этот момент открывается некий портал, некие ворота, которые в буквальном смысле слова забирают человека. Экстрасенс и театрал Ирина Белозерская убеждена. Многие актеры настолько увлекаются играя смерть, что рискуют однажды по-настоящему пройти сквозь эти ворота. Так, по ее мнению, произошло с Валерием Золотухиным. У него был спектакль, где он настолько проникновенный, настолько достоверно играл смерть, свою собственную, что по окончанию этого сюжета к нему бежали все, проверяя, жив ли он или нет. Макбет. За этим спектаклем тянется смертельный след. С самого дня его премьеры. 6 августа 1606 года. Театральные актеры настолько боятся участвовать в постановке, что стараются не произносить название произведения и говорят о нем просто пьеса. Я играю, у меня есть такая работа, «Много шума из ничего», «Гера» – это Шекспир. Я, когда сыграла эту роль, был, скажем так, такой очень сильный в жизни момент, такая встрясочка была. Не хочу вдаваться в подробности, но это неприятно. Не менее опасными для судьбы актера принято считать постановки произведений Николая Лескова. После съемок фильма по его роману «На ножах» погибли сразу несколько артистов. Я отказалась от роли, практически от большой, от одной из главных ролей. Эту роль сыграла Леночка Майорова, но она погибает, причем достаточно страшным образом, страшная смерть. И там Истанислав Ростовский играл одну из ролей, буквально вскоре умер после этого фильма. Кто-то еще там из съемочной группы. В общем, какая-то была роковая картина. Но самым роковым произведением 20 века, конечно же, считается «Мастер и Маргарита». Если ставят спектакль или снимают фильм по этому роману, актеры знают – надо ждать беды. В Московском театре на Юго-Западе в этом спектакле роль Воланда играл Виктор Авилов. Он умер в 51 год. Ну, у меня была роль Ивана Бездомного в спектакле «Мастер и Маргарита». Я там работал с покойным Виктором Авиловым, с покойной Аней Самохиной, и еще с одним артистом из Полтавы, который играл Воланда. И как раз после смерти Виктора Авилова он встал на роль Воланда. И буквально через неделю у него был очень страшный инфаркт. И вот до сих пор он лежит сейчас, ну, бездвижимый. После чего Вера Сотникова, которая играла Маргариту, посмотрев на все это, сказала, что все, я больше не буду играть. Андрей Федорцов не считает себя суеверным человеком. Но в постановках по «Мастеру и Маргарите» больше участия не принимает. Все из-за одного необъяснимого случая, который произошел с ним и другим актером прямо на сцене. Это было в Благовещенске в 2010 году. Мы все увидели огромный глаз на сцене. Причем мы стоим так, я говорю, ты видишь? Он говорит, я вижу. А что ты видишь? Я говорю, а ты что видишь? Я говорю, глаз вижу на сцене. Он говорит, я тоже вижу глаз. Я говорю, давайте сматывать отсюда. То есть, ну, не может вся группа быть сумасшедшим, понимаете? Но вот какое-то око на сцене было 100%. Экранизировать знаменитый роман в первый раз попытался Юрий Карра в 1994 году. Режиссер собрал поистине звездный состав. Но мало кто знает, кота-бегемота страстно хотел сыграть Константин Райкин. И он, когда пришел ко мне, вроде бы, действительно мог очень здорово сыграть кота. Это интересно. Но потом испугался этой мистики. То же самое, потом мне позвонил актер невинный. Говорит, я играть буду у вас кота. Но за три дня до съемок он тоже. Я боюсь мистики. Съемочную группу преследовали неприятности. В Крыму, где пытались снять сцены древней иудеи, в октябре выпал снег. Небывалый случай. А в Израиле артисты едва не стали жертвой спецэффектов. Пиротехник пытался сделать тучу, которая накрывает Иерусалим. Получилось чересчур натурально. Что он там зажег, не знаю. Черная огромная туча. 15 боевых израильских вертолетов спускаются. Оттуда выбегает команда, на нас бегут. Положили всех в песок. Мы же предупреждали, что будет съемка, что это. Они говорят, ну тут же граница Сирии, да вы что? Мы думали, что война. Фильм все-таки был закончен. Но его не выпускали в прокат более 10 лет. То пропадали исходные материалы, то начинали ставить неприемлемые условия продюсеры. И вот долгожданная премьера. Что же было потом? Сыгравший Воланда Валентин Гафт слег от тяжелой болезни сразу после съемок. А сам режиссер Юрий Карра попал в аварию и едва не погиб. В 2005 году на экраны вышел сериал «Мастер и Маргарита». Приступая к работе над фильмом, режиссер запретил на съемочной площадке все разговоры о мистике. Хотя и признался однажды, что повстречал как-то на патриарших странного господина, который мимоходом бросил. «Ничего-то у вас не получится». А Басилашвили сыграв Воланда. Тьфу-тьфу-тьфу. Дай бог, как будет своему здоровье. Жив до сих пор. И здравствует. И пусть живет как можно дольше. А вот там Влад Галкин. Или там Лавров Кирилл Юрьевич тоже умер вскоре. Сыграв как Распансия Пилата. Непредсказуемо. Вообще никогда нельзя сделать однозначных выводов. Мало кто обратил внимание, но основная причина гибели актеров многосерийного фильма – рак. От рака легкого в считанные месяцы сгорели Александр Абдулов и Илья Олейников. От смертельных опухолей умерли и Кирилл Лавров, Валерий Золотухин, Андрей Толубеев. Произведение Булгакова, оно опасно чем? Оно не прошло просто так. Оно осело в определенных моментах и просто ждало своего часа. Мистики. Роман мастер Маргарита не любят. В том, что злой рок преследует всех, кто слишком глубоко погружается в это произведение, они не находят ничего странного. Это произведение называют Библией дьявола. А почему? Это по одной простой причине. То состояние, в которое входит человек, читая эту книгу, оно не просто вводит человека в состояние измененного сознания, не просто срывает ему психику и срывает ему крышу, как сегодня говорят. Это произведение совершенно переворачивает, как песочные часы всего человека. Весь его внутренний мир. Но не только «Мастер и Маргарита» стал роковым произведением для многих актеров. Очень часто, глубоко вживаясь в образ, в совершенно невинные постановки, актеры как бы предсказывают свою гибель или программируют себя. Пойдем, я тебе церковь покажу. Может, оттуда возьмем. Это последняя картина Алексея Балабанова. Удивительно, но именно в этой картине режиссер выступил в роли актера. Он сыграл сам себя и произнес эти пугающие пророческие слова. И словно кто-то наверху услышал желание режиссера и немедленно выполнил его. Спустя 40 дней после смерти режиссера случилось странное событие, напрямую связанное с его последним фильмом. Обрушилась колокольня в Улаготской области, где проходили съемки. Вы знаете, там очень много было странностей, связанных с его гибелью. И я не могу себе это никак объяснить с точки зрения логики. Наверное, что-то здесь замешано. Надя, жена его, считает, что он прощался с нами. На 40 дней он просто прощался. Самым известным и любимым зрителями фильмом Балабанова стал брат. Главную роль в нем сыграл Сергей Бодров. Его загадочная гибель вместе с группой «В горах» потрясла режиссера, его близких, всю страну. Я тогда даже ощутил, что он страшно переживал. Каждый день смотрели в интернете, есть какие-то новые новости, что-то как-то. Что-то пишет, ничего хорошего так не узнали. Но он действительно очень волновался, переживал. Я думаю, что до конца его так не опустило это горе. Балабанов часто брал детей в киноэкспедиции. Взял он с собой и сына на съемки фильма «Река», который многие участники съемочной группы считают роковым. Этот фильм он начал снимать в 2000 году. Но в разгар съемок случилась трагедия. В автокатастрофе погибла исполнительница главной роли Туйяра Свинобоева. Опытные актеры опасаются попасть в состав группы рокового фильма или спектакля. И поэтому они всегда окружают себя бесчисленным количеством примет. Эти приметы и ритуалы должны уберечь их от возможных несчастий. Если сценарий падает, то обязательно на него надо садиться, где бы он ни находился. Были случаи, люди даже садились в криналинах. Ну а что делать? Есть один артист, который не садится в определенный номер вагона. Кроме того, что он не летает, вообще не летает никогда. На Дальний Восток он едет 7-8 дней в поезде. С ящиком водки. И любой, даже самый далекий от суеверий и мистики актер убежден. Для того, чтобы сохраниться в этой профессии и избежать трагедий, надо очень чутко слушать свой внутренний голос. Есть еще замечательная такая простая русская поговорка. Береженого Бог бережет. Если ты чувствуешь, что что-то не то, лучше отведи это от себя. Как бы пропусти это мимо, пойди дальше. Не надо, откажись от того или и другой сыграть, который не будет бояться. Тысячи молодых людей мечтают стать актерами. Мало кто задумывается, что эта профессия входит в число самых опасных. По мнению медиков, основная причина смерти артистов – язва желудка, инфаркт, психические расстройства, рак. Это результат нервных перегрузок или своего рода расплата за славу. А может быть, просто ряд случайных совпадений. Боюсь, пока этот вопрос останется без ответа. Но факты – вещь упрямая. И вы все слышали сами. Смотрите далее. Что заставило Гитлера искать святой Грааль? Он увидел черты некой сущности сверхчеловеческой. И в этот момент он дал клятву. И может ли чудесная чаша храниться у обычного кубанского пенсионера? Ну вот откуда бы мне попал в 2004 году по наследству от прадеда. А также молодость от Джуны. Что за прибор создала знаменитая целительница? Я гарантирую, что человек будет жить 250-300 лет. Это агентство специальных расследований и я, Вячеслав Разбегаев. Священный Грааль – один из главных артефактов в истории человечества. Таинственный предмет из средневековых легенд, обладающий магическими свойствами и небывалой силой. По одной версии Грааль выглядел как обычная глиняная чаша. По другой – этот кубок был сделан из единого цельного куска бирюзы. Тут все понятно. Это миф. Но что за чаша хранится у жителя Краснодарского края Игоря Подухевича? Этот человек уверяет – предмет обладает поистине удивительными качествами. Давайте посмотрим. Игорь Подухевич решился рассказать о семейном сокровище 4 года назад. Он уверяет – кубок, который хранится в его доме, способен исцелять. Пенсионер проверил это на себе. Патология, не знаю, того же бесплодия, гипертония, проблемы с кишечно-желудочным трактом. Как она находит и что она делает внутри, я не знаю. Но при вот этих апатологиях, да, я не всех их перечислил, происходят какие-то исцеления. Генетики говорят, московские, что это происходит на базе, допустим, геноинженера. Биологи говорят, что это связано, допустим, с тем, что происходит минерализация организма и воды. За Граалем охотятся с незапамятных времен. Его поиски называют одной из главных причин кровавых крестовых походов Средневековья. Но мало кто из тех, кто пытался обрести это сокровище, мог дать точное определение того, что именно он искал. Граалю приписывают удивительную силу. Испивший из чаши получает отпущение грехов, избавление от болезней и вечную жизнь. Полагают, что чаша Грааля – это некая действительно чаша, которую пил Иисус Христос на своей последней вечере. В эту чашу стекала кровь раненого копьем Лангина Христа, когда он мучился на кресте. Третье понятие, которое вкладывается в понятие святой Грааля – это знание, это чаша знаний, которая где-то спрятана, ну не знаю, древними цивилизациями, волхвами, жрецами. И к этой чаше ищется путь, и если ты достиг того, чтобы понять эти знания, то эти знания будут тебе открыты. Игорю Подухевичу металлическая чаша досталась от прадеда – физика-ядерщика. Тот рассказывал, что нашел ее в Сибири на месте падения Тунгусского метеорита. И был уверен, что это – самый настоящий инопланетный артефакт. Когда он рассказывал и значительно указывал пальцем неба, что в любом случае это имеет неземное происхождение, но ясное дело, что я в это не поверил. С 2004 года по 2006 он провалялся в гараже, используя его вместо бега. Игорь не придал словам прадеда значения. Но когда в середине 90-х его дочь сильно заболела, решил попробовать. Стал поить девушку из чаши. И больная неожиданно быстро пошла на поправку. Это случилось 1 января 2006 года. Мы сказали, в мае встанет на костыли, а дальше будем смотреть. Но тем не менее, когда я забрал его из больницы, это было 10 февраля, через 2 недели она уже была на ногах. Первое упоминание о Граале можно найти и в кельтских и скандинавских мифах, датированных 3 веком нашей эры. А по-настоящему прославил чашу средневековый английский эпос о короле Артурии и рыцарях круглого стола. Впрочем, почему чашу? Это может быть и философский камень, может быть кусок хрусталя, который обладает магическими свойствами, или вообще это нечто нематериальное совершенно, но что дает возможность развитию духа и возможности общения с иными мирами. Современные представления о чаше Грааля еще более туманны, чем средневековые. Проще говоря, все знают термин, определение, но мало кто может четко описать его. Тот миф, те представления о святом Граале, с которым мы знакомы сегодня, это сплав, с одной стороны, вот этой вот христианской легенды, об этой чаше, которую Иосиф Аймафийский внес на Британские острова, а с другой стороны, древнейших представлений, которые много-много тысяч лет, о вот таком волшебном сосуде, который некогда был создан богами или принадлежал богам. В некоторых мифах есть намеки на внеземное происхождение Грааля. В поэме Вольфрама Эшенбаха «Парцифаль» артефакт называется «Камень Цариона». С 11 века европейские правители пытались отыскать чудесную вещь, и эти поиски всегда приводили к большой крови. Первыми жертвами Грааля стали альбегойцы или иначе катары. Они тоже были христианами, но критиковали католическую церковь за стремление к власти и богатству. Альбегойцы были самыми знаменитыми, самыми яркими еретиками. В начале 13 века с ними жесточайшим образом расправились специально организованные рыцарские отряды, которые призвал Папа Римский. Это даже названо было крестовым походом, в котором уничтожены были физические альбегойцы. Последний оплот еретиков, легендарный замок Монсигюр на территории современной Франции, был уничтожен в 1244 году. Но Грааль ускользнул из рук захватчиков. Говорят, лишь четверым рыцарям-катарам удалось спастись от кровавой бойни и унести с собой главное сокровище замка – Святой Грааль. Веком позже эта святыня стала причиной разгрома ордена тамплиеров, которые якобы стали новыми хранителями чаши. Французский король Филипп Красивый захватил почти все сокровища ордена, кроме Грааля. Чаша бесследно исчезла. 1933 год. К власти в Германии приходит Адольф Гитлер. Его сокровенная мечта – построить на немецкой земле Третий Рейх и создать новую великую арийскую расу. Граалю в этом новом мире уготовано особое место. Ведь Гитлер свято верит в древние предания и в то, что можно жить вечно. Согласно ему, новая арийская раса должна возникнуть, когда Святой Грааль встретится с копьем судьбы. Мы знаем христианское предание о том, что сотник пронзил тело Господа нашего Иисуса Христа на Голгофе, про бодение в бок вот этим копьем. Это копье получило второе название – копье власти или копье силы. Копье Гитлер увидел в 20-е годы в Венском музее Хофбург. Сам будущий фюрер впоследствии считал это событие судьбоносным. Никого не было кругом, он стоял один. И как рассказывал он сам, в этот момент что-то произошло. Воздух как будто уплотнился. Он увидел черты некой сущности сверхчеловеческой. И в этот момент он дал клятву. Возродить Германию, привести ее к мировому господству и воссоздать мифическую расу сверхлюдей-арийцев – вот в чем поклялся Гитлер. Спустя пять лет после прихода к власти он вывез копье в Германию. К тому времени уже набрала силу одна из самых мрачных организаций в истории Третьего Рейха – СС. Эта структура была создана по образу средневековых рыцарских орденов. А ее центром стал старинный замок Вевельсбург. Там проходили мессы, там проходили удивительные тоже ритуалы магические, мистические. Гиммлер хотел превратить этот Вевельсбург в Ватикан, в новый Ватикан. В замке Вевельсбург, в специально перестроенных помещениях высшие руководители СС проводили ритуальные собрания. А в особом зале был установлен специальный постамент для чаши. Поиски святого Грааля – это были поиски определенного могущества, такого сверхчеловеческого, скажем так, которое рассматривалось, разумеется, и как помощь в войне, и во всяких мирских делах, но и как определенное достижение сакральных целей. Поиск чаши Грааля стал одной из основных миссий тайного общества «Ананербе» в переводе «Наследие предков». В 1943-м в район разрушенного крестоносцами замка Монсегюр отправилась экспедиция. Ее возглавил оберштурмфюрер СС Отто Ран. Но с этим тоже произошла какая-то такая, как и всегда в подобных историях, загадочная штука. Дело в том, что Отто Ран в один прекрасный момент погиб в горах. При каких-то странных обстоятельствах чашу так и не нашли. Вроде бы существовала переписка, в которой Отто Ран намекал, что что-то такое найдено. Постамент для чаши Грааля в замке Вевельсбург так и остался пустым. Но Гитлер не оставлял своей мечты. Он искал чашу и в захваченном Крыму, в районе горы Бойко. До Великой Отечественной она именовалась Басман и считалась одной из самых загадочных на полуострове. С ней связывают легенды о золотой колыбели. Их несколько, но главное сводится к тому, что колыбель – это святой Грааль, который мог попасть в Крым из Византии в XIV веке. Именно тогда на гербе средневекового княжества Феодора появился символ чаши. Экспедиций по поискам Грааля к склонам горы Бойко было несколько. Граал искали нацисты и советские спецслужбы. Последняя экспедиция состоялась в 70-е годы прошлого века под руководством крымского археолога Олега Домбровского. Таинственным образом несколько членов этой экспедиции исчезли в долине. Местные жители уверены – ни немцы, ни русские ничего не нашли. А может быть, просто не там искали? Некоторые исследователи считают – Грааль хранится где-то в районе Урала. Граф Сен-Жермен, его есть великое пророчество, сказал, что 11 апреля 2014 года он вернется обратно, так чтобы получил вечную молодость, сюда, в Россию, на Урал. И может быть, там Святой Грааль, он говорит, я открою волшебную пещеру, достану то, что в ней хранится. И с этого момента Россия возглавит весь путь, за которым пойдет все человечество. Граф Сен-Жермен – алхимик и оккультист эпохи Просвещения. Весьма загадочная личность, оставившая несколько удивительных пророчеств, которые еще ждут своего подтверждения. Так что за чаша в доме кубанского пенсионера Игоря Подухевича? Мы снова в Краснодарском крае, чтобы окончательно разобраться. Через определенное время в воде увеличивается медий в 25 раз. Циркония в 10 раз, молюблена в 40 раз. Загадка в том, что в самом кубке, согласно его спектрального анализа, этих материалов нет. В подтверждение Подухевич предъявляет вот эту бумагу. Данные экспертизы сибирских ученых. Ну и, конечно, свидетельство тех, кто пьет из чаши. Родные, друзья, соседи. Один из них как раз пришел за очередной порцией. Действительное исцеление или просто эффект плацебо? Может быть, еще раз провести научные исследования? Или все-таки не стоит? Грааль так исследовать нельзя, потому что строго наука не установила. Мое мнение, что это все-таки мечта, оформленная социально, этически в средние века и очень соответствующие эпохи. А подвергнуть мечту спектральному анализу невозможно. Именно в этом заключается с точки зрения действительно серьезных ученых мысль о святом Граале, что это хранились в знаниях древних цивилизаций. Если мы найдем к этому путь, то мы им используемся. Современная католическая церковь к Граалю относится с осторожностью. С одной стороны, как отрицать то, что написано в священных текстах? С другой, слишком большим количеством мифов и легенд оброс этот артефакт. Никакого официального учения католической церкви о святом Граале или о других реликвиях, связанных со страстями Христа, на самом деле не существует. Это слово «Грааль» уже невозможно отделить от всевозможных мифов, легенд, иногда откровенно-оккультного характера, которые, на самом деле, несовместимы с тем, во что мы верим относительно, как я уже сказал, достоинства этих святых объектов. Православная церковь не отрицает существование Грааля, но и ее патриархи никогда не пытались обрести реликвию. Для нас, для православных, для христиан это не важно, потому что та кровь, к которой мы причащаемся, из тех священных сосудов, которые используются в Таинстве Евхаристии, она для нас важнее любой исторической реликвии. Это живое, это есть в каждом храме, это то, чем мы спасаемся. И священники, и исследователи приводят поистине железный аргумент. Вот уже почти тысячу лет никто так и не преуспел в поисках святого Граала. Это неспроста. А может правы древние хранители Грааля, катары и темплиеры, утверждавшие, что пока человек не воздвигнет храм в своей душе, не получить ему святой Грааль? Когда наступит время обретения святыни, неизвестно. Но, может быть, стоит подождать еще год-другой. Возможно, сбудется пророчество графа Сен-Жермена. Смотрите далее. Молодильные яблоки и эликсир бессмертия. Я гарантирую, что человек будет жить 250-300 лет. Неужели совсем скоро сказка станет былью? Разработанное вещество действительно замедляет работу вот этой программы старения у животных. Но чем придется расплачиваться за вечную молодость? То есть произойдет давняя мечта богатых. Они выделятся в отдельную расу долгоживущих. Это агентство специальных расследований и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Святой Грааль, эликсир бессмертия, вечная молодость. Эти чудеса волнуют людей с тех пор, как существует человечество. И вот долгожданная научная сенсация. Таблетка бессмертия, возможно, скоро появится в России. Создание эликсира молодости идет полным ходом. Но пока только в экспериментальном режиме. В 2011 году в прессе появились сообщения. Созданы капли, которые излечивают от старческой слепоты собак и лошадей. На очереди испытания на человеке. Весь мир замер в ожидании новой сенсации. Такого резкого скачка в понимании даже того, что такое старение, не было никогда. Сейчас, во всяком случае, то, что получается у нескольких научных групп в мире на животных, это дает уже реальный шанс, что что-то из этих успехов смогут в конце концов фармакологи, биологи, медики перенести на человека. Что же даст всем нам массовый выпуск лекарства от старости? Ученые утверждают, при его применении человеку гарантирован некий средний возраст, под 40. Зато очень-очень надолго. Этакий индивид с остановленной молодостью. Очень интересен тот факт, что материальное благосостояние человека является статистически самым достоверным фактом, который продлевает жизнь. То есть, те люди, которые могут себе позволить правильный здоровый образ жизни, правильную хорошую медицину и правильное питание, для всего этого нужны, соответственно, материальные средства. Писатели-фантасты, футуристы и кинопродюсеры уже прогнозируют появление нового кастового общества. То есть, произойдет давняя мечта богатых. Они выделятся в отдельную расу долгоживущих, безусловно, а потом уже, наверное, и бессмертных, потому что вторая жизнь образуется у человека. Образуется возможность уйти в искусственное тело, уже в киборга превратиться, то есть, пересадить свой мозг, например. Наш организм изнашивается, как дома или машины. Иногда мы меняем или укрепляем детали. Можем провести косметический ремонт. Но, в конце концов, все вещи превращаются в хлам. Такова природа материального мира. А вот биология – совсем другое дело. Если есть программа старения, значит, ее можно сломать. Так предполагают ученые. То есть, есть область для применения всей мощи современной мониторной биологии, биохимии, медицины в поиске звеньев этой программы и поиске веществ, которые могут, нажав на определенные кнопки, остановить совсем хорошо действие программы. Но, зная, как в природе все устроено, скорее всего, это все-таки не удастся. Но хотя бы заметно. Москвич Вячеслав Климов, кажется, нашел такую кнопку. Ему недавно стукнуло 50. Пережив в юности клиническую смерть после автокатастрофы, он вдруг перестал стареть. Несколько научных центров по всему миру бились, да и сейчас бьются над изучением этого феномена. Вот, например, вердикт канадских врачей. Долгое беспамятство сломало механизм в клетках ДНК. Такие в нашей ДНК там отростки, теломераза называется, которая ответственна за быструю регенерацию клеток, и что со временем вот эти вот усики, они как-то уменьшаются, там регенерация у человека с возрастом падает. Что в результате исследований там выявилось, что какие-то отдельные кусочки ДНК, как он говорил, метилированные, или как, ну, заблокированы. Сейчас Вячеслав Климов из физикоядерщика превратился в исследователя паранормальных явлений. Изучает себя и окружающий мир. Надеется, что когда-нибудь найдет разгадку из собственного феномена. Но вот официальная российская наука Климову не верит. К сожалению, вот серьезной наукой случаи, когда люди после стрессов переставали стареть, когда люди вообще переставали стареть, эти случаи не описаны. Я боюсь, что это так же, как горские долгожители, все-таки некая придумка этих долгожителей и журналистов. Впрочем, есть особые случаи, когда можно заболеть и остаться молодым. Есть и такой генетический дефект. Просто его еще никто до конца не исследовал. В Бразилии живет девушка, которой в свои 30 лет до сих пор дитя. Причем в буквальном смысле. Мария Аудете как умственно, так и физически имеет развитие 9-месячного ребенка. Она не говорит, не ходит, а только с удивлением, присущим исключительно малышам, смотрит на окружающих. Врачи установили, что у девушки дефицит гормонов щитовидной железы. Болезнь уже неизлечима. Родители слишком поздно обратились к врачам. Теперь Мария сможет научиться ходить, самостоятельно есть и, возможно, даже произносить некоторые слова, но уже навсегда останется младенцем. А это парижанка Жанна Кальман. Старейшая женщина из когда-либо живших на земле людей. Конечно, среди тех, чьи даты рождения и смерти достоверно известны. Кальман прожила 122 года и 164 дня. Она застала строительство Эйпелевой башни в конце 19 века. В ее жизни чудес не происходило. И все-таки эта женщина вызывала необычайный интерес у медиков и исследователей. Почему-то ее устойчивость ко всевозможным старшеским болезням оказалась феноменальной, и они ее настигли только уже после 100 лет. Собственно, если старших болезней не будет, то можно жить и 80, 90, 100 без проблем. Можно жить долго, но все-таки не вечно. Так вот, старость – это прогрессивное высыхание организма. То есть у человека с возрастом уменьшается количество воды в организме. У ребеночка 90%, далее у старичка там где-то уже 70%, еще старше можно до 60%. И человек вот так вот гибается. Человеческий организм – настоящая биохимическая лаборатория. В каждой клетке происходят непрерывные процессы. И не всегда безобидные для организма. Старение – это естественный процесс накопления мутаций в соматических клетках с их изменением и прекращением способности к воспроизводству таких же клеток. И в том числе и изменения, изменения, связанные с изменением собственных клеток, превращение их в онкологические. Наши клетки, и специальная часть этих клеток, они называются митохондрии, умеют превращать достаточно безобидный, полезный кислород в страшный яд, похожий на яд, который содержится в хлорке. Эти вредные для организма вещества называются свободными радикалами. И чем старше человек, тем больше их образуется внутри клетки. Мы предположили, что это и есть либо главное, либо одно из этих орудий самоубийства организма с возрастом. И разработали вещество, которое залезает прицельно в митохондрию. Точно на даннометр там располагается, перехватывает свободные радикалы, больше ничего не делает. И это очень такой классный подход, потому что не нужно вмешиваться в генетику, не нужно там какие-то специальные регенерирующие органы пересаживать человеку. Но этот классный подход будет актуален далеко не завтра. В лучшем случае лет через 50. Работа с митохондриями – это клеточный уровень. Наука до него еще не добралась. Очень важно понимать, что омоложение идет изнутри. Надо создать такие условия, чтобы наш организм постоянно обновлялся, восстанавливался, и ничто ему не мешало. Продлевать жизнь биологи могут и сейчас. По крайней мере, обычной лабораторной мышей. Разработанное вещество действительно замедляет работу вот этой программы старения у животных. Это доказано в сотнях наших экспериментов, которые не только мы приводили по всему миру. Наш проект работает. Подтверждено в других лабораториях. Но, как ни странно, и это очень здорово, очень интересно для ученых. Вот так стареют мыши в контрольной группе, вот так медленнее стареют. И даже позже начинают стареть мыши в опытной. Они позже сидеют. У них вообще у самых не исчезает астральный цикл. Они могут размножаться до самой смерти. Приверженцы здорового образа жизни утверждают, победить старость можно с помощью длительного отказа от пищи. У меня такие моменты бывали, что после голода ты получаешь такое тело, знаете, вот как вечно что-то, какую-то новую вещь. Это одно, конечно, и средств, очищение организма, укрепление иммунитета, и даже, будем говорить, омоложение. Но всё должно быть в меру, всё должно быть разумно. 83-летний индийский отшельник Прохла Джани планирует прожить 5000 лет. Известно, что около 70 из них он не ест и не пьёт. Индийские врачи так и не смогли улечить Йогина в обмане. Теперь над исследованием этого феномена бьются в НАСА. В одном можно не сомневаться. Если старость будет побеждена, то природа потребует у человека что-то взамен. Если сломать генетическую программу, то человек неминуемо погибнет от чего-то другого. Но от чего? Искусственное продление жизни это в любом случае нарушение работы организма. Вот он, допустим, вырабатывает коллаген для того, чтобы кожа наша, значит, не провистала и так далее. Как только мы посчитали, что 50 лет надо уже там укольчики делать, наша кожа перестанет вырабатывать коллаген настолько, насколько мы начинаем его подкалывать. И к чему приведут генные мутации и каковы будут плоды этих экспериментов, не знает никто. Есть такой круглый червь, нематодость элеганс. С ней много опытов проводится. Это один из наиболее распространенных таких классических модельных объектов. И её продолжительность жизни можно увеличить даже в 10 раз. Насекомые стоят на более высокой ступени, нежели черви. И продлить мухам жизнь уже сложнее. Что же говорить о высокоорганизованном человеческом организме? Но, тем не менее, есть мутации в целом ряде генов, которые могут увеличить существенно продолжительность жизни. Большая часть генов известных увеличивает продолжительность жизни, там, скажем, на 8, 10, 15, 20, 25, в общем, до 50%. Целительница Джуна, посвящённая во все правительственные тайны, ещё в 70-е годы прошлого века трудилась над проблемой бессмертия вождей. Все они хотели жить вечно. Входила в генетику хромосомы и оптимизация генома. Но самое главное – увеличивая биологическую температуру. Понимаете? Когда увеличиваешь биологическую температуру, она как раз всё, что не нужно, оно уничтожается. О замораживании или нагревании человеческого организма, словом, о резких изменениях предельно допустимой температуры тела, снято немало фильмов и написано десятки книг. Этот способ омоложения даже в русской сказке «Конёк-горбунок» встречается. Помните? Купание в кипящем молоке. Когда себя не пожалеешь, ты опять помолодеешь. Главный вопрос – как сделать так, чтобы всё-таки не свариться заживо? Вот я и придумала приборы, чтобы эти приборы служили людям. Сегодня и завтра, как говорится, уходя, чтобы не уйти, оставить эти приборы именно во имя блага человека. Удлинить его век. Сегодня я гарантирую, что человек будет жить 250-300 лет, но в возрасте 25. В самом скором времени человечество, хотя бы обеспеченная его часть, перестанет стареть. При современном развитии технологий и при современном развитии цивилизованного общества прогнозируется, что в ближайшие лет 20 средняя продолжительность жизни должна увеличиваться на 3-6 лет. То есть, вот это ближайший прогноз. Возможно, в этом помогут целительные приборы, чудесные капли, специальные чипы или всё в комплексе. И лишь единицы задумываются о том, как будет выглядеть общество, разделённые на касты с помощью возраста и внешности. 25 лет дожил, родил ребенка, скажу, тебе разрешили, и давай. Тихая эвтаназия, да, так сказать, в удовольствии, так сказать, без мучений и прочее. Это да, это будет внушать, потому что долгоживущие, обретшие, я же говорю, если не вечное молодость, то вечная зрелость, они будут господствовать над короткоживущими и психологически не будут ими управлять. Искусственное продление жизни – это в любом случае нарушение работы организма. К чему приведут генные мутации и каковы будут плоды этих экспериментов, никто не знает. Благодаря исследованиям учёных мы знаем, первобытные люди в 25 лет считались глубокими стариками. В средние века пенсионная планка сдвинулась ближе к 40. Сегодня в 50 лет можно вполне выглядеть на 35 и чувствовать себя так же. Медицина обещает нам среднюю продолжительность жизни, равную 100 годам. Но и лет это так через 100. Что ж, доживём, увидим. Это было агентство специальных расследований и я, Вячеслав Разбегаев. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...